Всем привет! Продолжаем изучать эликсир. И сегодня мы разберем такую тему, как мы можем представить некие наши данные, как мы их можем структурировать, то есть некие наши модельные данные. Вот нам, например, поступает какой-нибудь классический юзер, у которого есть name, name, age и что-нибудь еще. И как мы это дело можем организовать. И здесь предлагается следующий подход. То есть нам предоставляется еще одна возможность организовать наши данные. Наши данные. Вводится следующая, скажем так, функция. Функция DevStruct. DevStruct. Которая организует нам, скажем, с помощью которой мы можем организовать нечто похожее на таблицу. Мы... Что мы делаем? Мы вот пишем DevStruct. и вот здесь вот в списке, то есть мы как будто пишем Keyword List. В списке мы описываем нашу таблицу. Нашу таблицу. То есть мы описываем поля, которые там будут. Здесь... Но, 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 но. В качестве имен, в качестве имен столбцов мы используем только атомы. Только атомы. То есть, смотрите. Вот так бы не прошло бы. Видите? Structs fills name must be atoms. Поэтому не забывайте использовать. Мы можем только атомы. Чем хороши Structs, например? Это тем, что мы можем каждому экземпляру, то есть каждой записи в нашей таблице, чтобы была одна и та же структура. Это первое. Второе. Мы можем, мы можем поставить ей сразу некоторые дефолтные значения. Если мы дефолтные значения не указываем, они не нилы, нилы, они все нилы. То есть, на самом деле, мы можем прописать вот таким вот образом. Слово нилы это тоже атом. Поэтому вы можете... Вот это одно и то же я написал. Вот, смотрите, я у каждого, у каждого, у каждого... У каждого... Я хотел здесь струн написать. Я прописал у каждого столбца, скажем так. Вот у нас есть Tobias name, city, age, play. У каждого я прописал дефолтные значения. Теперь, как можно этим воспользоваться? Мы пишем в значок мапы процентных. Потом пишем имя модуля. Это у нас Pad. Потом ставим скобочки, как у мапы. Как у мапы. И внутри мы просто описываем те поля, которые мы хотим заполнить. То есть, нам не нужно все поля заполнять. Мы перечисляем только те поля, которые мы хотим заполнить. Оставшиеся поля у нас автоматически будут дефолтные значения. Допустим, вот я. Дима и... Давайте. City. City. SPB. Ой. SPB, SPB. SPB, SPB. И вуаля, 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 что мы видим? H, zero, play, true. То есть, воспользовались дефолтными значениями. Но вот эти вот дефолтные значения nil можно не указывать, а сразу, сразу, сразу написать вот таким более коротким способом. Видите, все то же самое. То есть, дефолтные значения, если мы не указываем дефолтные значения, это у нас... Ой-ой. Ой-ой-ой. Неудачный пример. Давайте вот, чтобы было видно, что name это nil. Вот сейчас name это nil. Вот. Теперь видно все. Name это nil. То есть, дефолтные значения, если мы не указываем, то они нули. Здесь что еще важно? Сперва, сперва мы пишем имена столбцов, которые не имеют дефолтного значения. И лишь затем мы можем перечислять имена столбцов, которые имеют дефолтное значение. Что я имею в виду? То есть, вот так вот, к сожалению, вы прописать не сможете. У вас ошибка будет. Вам нужно будет у плея тоже какое-то дефолтное значение иметь. В данном случае я вот предлагаю true. true. Что тут еще важно сказать? Вы можете объявить только один модуль. Только один, ой, один стракт на модуль. Один стракт на модуль. Once per module. Вы можете объявить один стракт на модуль. Но здесь можно это дело обойти и вы просто можете в модуле объявить еще один модуль. Давайте его назовем action. и в нем организовать еще один еще один стракт. То есть, вот таким вот образом можно сделать. Видите, у нас тут еще один модуль объявится и его использовать. как мы можем использовать. Мы снова ставим кавычки, ой, знак процента, как у мапы. Потом пишем полное имя модуля и затем, затем, затем используем давайте файл, раз у нас там булево. Вуаля! то есть, вот таким образом мы можем создавать, скажем, с помощью вот этого макроса DevStruct некоторое описание таблицы. А затем, 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 используя, скажем так, как синтез у мапы создавать конкретные записи. то есть, row конкретную сделать запись. Вот таким образом вы можете организовывать свои данные. Из интересного, тут еще можно подчеркнуть, вот давайте, чтобы меньше писать, я напишу io inspect. Давайте проинспектируем эту структуру. Опять я ошибку сделал стандартную. Inspec. Inspec. То есть, вот что это такое. Вот что это такое. Кстати, немного странно, потому что я хотел так, давайте я я хочу так, CheckStruct. Я вам хочу показать кое-что, что на самом деле. Здесь End. Давайте, вот это я делаю, копирую. Так, так, так. Сейчас я перекомпилирую. и, 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 так. Под. А как вызвать-то? Как вызвать? Странно. Ладно, что-то не приходит в голову. Короче говоря, у стракта, у стракта, у стракта есть, скажем так, внутреннее поле, которое говорит, что это стракт. Ладно. Это будет важно. Почему, почему это будет важно? Я хоть и сильно забегаю, но это, например, важно, когда вы будете, если вы будете работать с Фениксом, там, 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 любая мапа автоматически, автоматически, ну, как автоматически, мапу, скажем так, легко преобразовать в, 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 в JSON. И обратно то же самое сделать можно. А вот именно стракт уже не получится, потому что у него есть внутреннее поле. Оно почему-то здесь не отобразилось, но, в общем, оно есть. Оно за тип, скажем так, отвечает. Не помню, как его вызвать. Ладно, ладно, ладно. Теперь давайте еще посмотрим, как можно использовать стракт, по сути дела, у него есть обязательные поля, да, но он ведет себя, вот этот стракт, как мапа. То есть мы можем делать все те же действия, как с мапой. Но. А хотя, что оно? Да, ведет себя, как мапа. Все правильно. Так вот, так вот, поэкспериментируем немного. Я вам хочу показать, как работать, что это в действительности, как мапа, и что мы стракт можем использовать в качестве. Так, вот у нас патт. как мы можем потормачить стракт. Помните, мы можем потормачить любые структуры. Помните, как мы потормачили мапу? Нам, мы просто говорили, что пускай это мапа. Так, давайте я, чтобы понятнее было, свяжусь со страктом. Стракт. 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 Вот. Теперь, как мы потормачили мапу? Вот у нас было какое-то... Нам, мы слева пишем, слева мы пишем структуру, которую мы ожидаем, да? Некий образец. А справа мы пишем конкретное, конкретное наше значение. Вот таким образом. Но, когда мы разбирали, разбирали мапу, да? Вот, сопоставление с образцом хотели сделать, нам не нужно было прописывать все поля. И здесь все то же самое, поскольку стракт ведет себя как мапа. То есть, смотрим, мы пишем под здесь и здесь пишем наш стракт. И, допустим, допустим, давайте, нас интересует поле name и свяжем это поле name с какой-нибудь переменной. Допустим, с переменной name. И, как мы видим, сопоставление произошло успешно. Теперь у нас, поскольку мы связались с переменной, мы, естественно, ожидаем увидеть Дима. Вуаля, все работает. мы используем точно такой же механизм, как в мапе. Естественно, мы, правда, поля не можем добавлять, потому что это у нас структура некоторая фиксированная. И удалять мы не можем, естественно, поля. то есть вот структ это вот это вот структ, да, это создаст вам некий, некий, некоторое описание, как в таблице, да, вы вот создаете create, table, и там пишете описание. Вот структ, вот это вот макро сделает то же самое. А потом, 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 вот используя вот такой вот синтаксис, как мапа, только вы добавляете еще имя модуля, которым определяем, вот этот макрос определен, DevStruct. И потом, вот в нем описываете все поля, которые сочтете нужным, которые вы не пропишите, они заполнятся дефолтными значениями или нилами. Вот такие дела. Такие дела. И, собственно, на спаттер матч вы можете как мапу. Пожалуй, 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 да, пожалуй, все, все, что я хотел сказать о страктах. Почитайте еще, найдите где-нибудь где-нибудь. Здесь, 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 здесь интересно есть модуль, модуль, я уж не помню. мапу. Дальше, да, там, в этом шоуе, вот, кстати, можно преобразовать в мапу значение эстракта и и, и, и так DevStruct, DevStruct то есть вот почитайте, почитайте, почитайте почитайте, почитайте значение почитайте про стракт, что это такое привыкайте читать документацию она вам поможет то есть основу-то я вам дал основу я вам дал ладно, все хватит see you next time а, next time, next time, next time давайте давайте хотя, не окей, окей, все see you next time хватит спасибо за просмотр спасибо за просмотр Продолжение следует...